Добрый день, с вами Довина Наташа и это канал компании Таир. Сегодня я расскажу, как ухаживать за кистями и сделать так, чтобы они прослужили как можно дольше. В процессе работы. Забота о кисточках начинается сразу во время их использования. Если вы работаете водными красками, акварелью, гуашью, акрилом или темперой, то постарайтесь не вставлять кисти в воде ворсом вниз на долгое время. Особенно кисти из натурального волоса и тонкие кисти. Под своим весом ворс неизбежно начинает изгибаться и кисть очень быстро потеряет острый кончик и распушится. Лучше взять за привычку хорошо промывать кисти и оставлять их лежать горизонтально, либо просто на рабочем столе, либо используя подставки для кистей. Вторая полезная привычка – сразу промывать кисти после завершения сеанса живописи. Как бы сильно вы не устали и не ленились. Чем отмывать кисти от основных красок? Если промывать кисти сразу, то для их очистки от акрила, акварели, гуаши, масляных красок и темперы достаточно просто теплой воды с мылом. Обильно намыливаем ворс. Рекомендую использовать именно хозяйственное мыло. И об ладошку начинаем промывать кисть, пока мыльная пена не станет белой. Важно хорошо мыть не только кончик кисти, но и ее основание. Ведь краска в обильном количестве забивается туда в процессе. При очистке кисти от масла этот процесс может занимать больше времени, но мыло прекрасно справляется. Чтобы ускорить процесс, можно снять излишки масляной краской, салфеткой или ветошью. И сперва промыть кисть в растворителе, например, солярке или в ацепирите. Но после этого кисть все равно промывается теплой водой с мылом. Не рекомендуется вставлять кисти в растворителе надолго. Так можно растворить клей в основании, и кисть начнет терять волоски. Куда более пагубное влияние на кисти оказывают лаки. И тут нужно принять тот факт, что кисти для лакировки более расходный материал. Многие теряются от какого лака, чем промывают кисти. Но все просто. Средства для промывания нужно выбирать исходя из того, на какой основе сделан сам лак. Потому что подобные растворяются в подобном. Рассмотрим самые популярные лаки. От любых акриловых лак также промываем кисти сразу после использования теплой водой с мылом. Акрил фисташковый, либо акрил стирольный. Хотя в их названии есть слово акрил, но также легко мылом они не отмоются. Смотрим состав. Там присутствует скипидар или пенен. Берем любой из этих разбавителей. Отливаем в небольшую емкость или заводим отдельную баночку только для очистки кистей. Прополаскиваем ворс от лака. А затем дополнительно промываем кисть водой с мылом. Домарный лак. В составе пенен или уайт спирит. Выбираем разбавитель и повторяем все, как в предыдущем случае. Шелачный лак. В составе изопропиловый спирт. Так что лучше всего кисть будет помываться именно им. После спирта все равно промываем кисть теплой водой с мылом. Как правильно хранить кисти. Самый простой вариант. Ставить кисти в стаканчик ворсом вверх. Различные пеналы, в которых можно хранить кисти горизонтально, тоже неплохой вариант. Главное не убирать влажные кисти и герметичные пеналы в избежание появления плесени. Плоские овальные кисти сразу после промывания можно оборачивать плотной или газетной бумагой. Во-первых, она быстрее впитает влагу. Во-вторых, дополнительно защитит кисти, если, например, пенал перевернется вниз головой. Кисти из натуральных волокон после промывания можно замыливать. Смазывать влажным мылом, придавая естественную форму и острый кончик. Мыло засохнет и дополнительно защитит кисть. А перед работой надо просто прополоскать ее в воде. Можно ли восстановить кисти, если они распушились или закаменели? Если плохо промывать основание ворса, где скапливается краска, некоторые волоски начинают со временем ходить в сторону от общего пучка. Рабочий вариант – пролить ворс кипятком. Смотрите, волоски сразу же встают на место. Особенно хорошо это работает с синтетикой. Но это, конечно, временная мера. От засохшей масляной краски можно почистить кисти так. Заливаем 1-2 ложки стирального порошка кипятком и опускаем кисти в раствор. Обычно хватает 1-2 часов, но если случай запущенный, то можно оставить кисти и на ночь. Затем хорошо промываем их водой. Акрилу такие средства не помогут. У меня есть вот такая кисть, просто каменная уже. Обильно наносим специальное средство смывку. Распределяем по всему ворсу. Зубочисткой можно обеспечить попадание средства и вглубь ворса. Я обычно вставляю сразу несколько кистей на очистку. Заворачиваем целлофан на несколько часов. Смотрим. Засовший акрил начинает размягчаться. На этом этапе можно добавить средство и с помощью зубочистки дать ему проникнуть еще глубже в ворс кисти. Особенно у ее основания. В ветошью убираем остатки смывки и промываем кисти теплой водой с мылом. И любуемся результатом. Я редко выбрал свои кисти, даже если они совсем разлохматились. Иногда такие кисти идеальны для создания интересных фактур в картинках. Переработав технике сухой кисти. Спасибо за просмотр. Надеюсь, это видео будет для вас полезным. Делитесь в комментариях, если у вас есть свои собственные секреты долгожительства кистей. Буду рада почитать ваши советы. Творить с удовольствием и до новых встреч!